Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение курса по Redshift глава 2. В ней мы поговорим об источниках света, о том как бороться с шумом в интерьерах, об объемном освещении из окна, а также как делать быстрый рендер крутой каустики. Поехали! Итак, открываем 3ds Max, выбираем Redshift Render. Создаем plane произвольного размера и другие объекты, чтобы в сцене были интересные тени. Далее создаем физическую камеру, настраиваем ракурс и нажимаем Ctrl-C, чтобы он применился к данной камере. Переходим в источники света и перетягиваем первый physical в сцену. На прямовлении его настраиваем по отношению к объектам. Разрешение ставим поменьше. Для тестов будет достаточно 1280x720. Назначаем стандартный материал Redshift. В настройках Ender FGI ставим BruteForce и Radiance Point Cloud. Остальные настройки по умолчанию. Затем нажимаем 8 и убираем пресет для экспозиции, чтобы Redshift не ругался на tone mapping и приступим к настройкам освещения. Я немного отдалю камеру, чтобы было видно источник света. Выбираю его и заходим в настройки. Итак, первый параметр, который вы увидите в настройках Light Type. Тип источника света. Здесь их 4. Area, Point, Spotlight и Directional. Начнем с Area Light и его настроек. Кстати, если обратите внимание, то все параметры у всех типов Physical Light идентичны. У каждого источника, вы можете настроить размеры. В вкладке Intensivness, можете выбрать режим освещения с помощью цвета или настройки температуры. Давайте я включу IPR, чтобы сразу было видно изменения и продолжим. Параметром Color, вы можете изменять цвет источника света. Переключив режим на Temperature, можно задать значение температуры. Например, 3600 для более теплого оттенка и 8000 для более холодного. В Color Map, вы можете загрузить любую карту, чтобы получить эффект Goba или интересное освещение с помощью градиента. Чтобы загрузить градиент, открываем редактор материалов нажав M. Затем заходим в Maps и выбираем стандартный градиент, который перетягиваем в слот Color Map. В настройках выставляем цвета в такой последовательности. Зеленый, красный и синий. В итоге получаем интересное освещение. Меняя цвета, можно добиться интересного результата. О эффекте Goba поговорим чуть-чуть позже. Идем дальше. Далее идет настройка Unit Time, которая позволяет указывать физические единицы, используемые для настройки интенсивности света. Здесь ничего сложного. Просто выбираете нужные вам единицы и настраиваете параметр интенсивности. После нее идет вкладка Ray Contribution, в которой можно включать и выключать влияние освещения на диффуз или спекуляр. А также Matte и Shade. Для композитинга и конечно же отдельно настраивать степень влияния на диффуз и отражение. С помощью Diffuse Scale и Glossy Scale. Далее идет вкладка Decay, в которой можно настраивать затухание света. Я не рекомендую менять этот параметр, так как inverse square является физически корректным. Разве что менять настройки вы можете для каких-то специфических задач. Затем идет вкладка Area, в которой можно исключить источник света из рендера с помощью опции Visible. Также включить освещение в обоих направлениях опции Be Directional. Нормализировать интенсивность с помощью параметра Normalize Intensity, тем самым выключив зависимость размера от интенсивности. Если выключить данную опцию увеличивать источник света, то интенсивность тоже будет увеличиваться. Если обратно включить ее, область света будет исключена из расчетов освещения. Также, вы можете изменять форму источника с помощью параметра Shape. Здесь есть прямоугольник, круг, сфера, цилиндр и Mesh. Как только вы выберете Mesh, станет активна кнопка Pick Mesh, с помощью которой можно указать любой объект. Тем самым, использовав его в качестве источника освещения. Я думаю, вы заметили, что во время использования градиентного освещения и смены формы источника света, получаются разные эффекты. Например, если выбрать сферу и вращать ее, то можно получать разное освещение. Далее в настройках идут сэмплы, о которых мы уже говорили в первой главе. Увеличение данного параметра убирает шум в тенях. И если у вас какие-то сложные математические объекты, иногда приходится ставить 1024 сэмпла. А иногда даже больше. Но есть радостная новость. Скоро выходит denoiser от Nvidia и тогда можно будет понижать сэмплинг без потери качества. Далее идут настройки Spotlight, которые становятся активными при выборе данного источника света. Как только выбрали Spot, сразу же повышаете интенсивность. Cone Angle отвечает за ширину пучка света, а Falloff Angle отвечает за затухание света по краям. То есть можно управлять их четкостью, когда включен объемный свет. Далее идет настройка теней. Можно включать и выключать их. Делать прозрачными с помощью параметра Transparency. С помощью Softness настраивать их мягкость и сэмплингом влияет на качество. Softness Effect GOBA обеспечивает мягкую проекцию текстуры для данного эффекта. Как раз о нем сейчас и поговорим. Если в Google написать GOBA Texture, то вы найдете кучу текстур, которые можно использовать для создания данного эффекта. В реальной жизни также используется специальный фильтр для получения интересных теней или бликов. Для начала давайте скачаем текстуру с тенью от деревьев и какой-нибудь такой эффект. Далее открываем редактор материалов и подгружаем любую из сохраненных текстур в слот Color Map. В итоге вы получите проекцию данной маски. Для эффекта GOBA можно использовать любую картинку. Ведь нет же никаких границ для вашего творчества. Будь то тени, какой-то узор или цветное изображение. Также можно увеличивать интенсивность самого изображения в Output в настройках картинки и тем самым получать более выраженную проекцию. Также с помощью данного эффекта можно имитировать каустику. Пишем Google GOBA Caustic и качаем любую из картинок. Затем загружаем ее в Color Map и настраиваем тайм. В итоге получаем фейковую каустику. Далее идет параметр viewport ROI, так называемый viewport radius of effect. Который контролирует силу распространения тени во viewport. Меньшее его значение приведет к более точным теням. Но они будут ограничены меньшим радиусом вокруг оси направления света. Обратите внимание, что это касается только теней в видовом экране, а не окончательного рендера. Лично я его ни разу не использовал, но раз он здесь есть, значит кому-то может пригодиться. И кстати, он работает только с Directional Light. Далее идет вкладка Volume, в которой находятся два параметра. Первый отвечает за силу видимости объемного света, а второй за его качество. Лично я использую данный эффект только со Spot и Point Light. Чтобы эффект начал работать, нужно нажать 8 и в Atmosphere добавить Redshift Volume Scattering. Теперь, если изменять значение Contribution Scale, Volume эффект будет более или менее выражен. Сэмплинг на Volume я рекомендую ставить побольше. 512 или даже 1024. С помощью Spotlight можно получать объемный свет от фонарика или фар. Последняя вкладка фотоны используется для физически корректной каустики и о ней мы поговорим позже. А сейчас я покажу настройки следующего типа источника света в Redshift. Это IES. Выбираем данный источник света и помещаем сцену. Затем делаем его копию и перемещаем таким образом. Теперь, чтобы IES заработали, нужно загрузить специальный файл, который я создал в программе IES Generator. Сейчас не важно какой они будут в форме. Поэтому я сделаю ее произвольно для каждого из источников. И загружу с помощью Profile. Теперь нажму Render и получается такой результат. У IES такие же самые настройки, как и у предыдущего источника света. Уникальным параметром является лишь Viewport Scale, который позволяет настроить размер источника во Viewport. Чтобы потом не путаться в большом их количестве. Каждый IES источник изменяет свою форму относительно загруженного профиля. Это очень удобно. Если включить Volume Effect с помощью Contribution Scale, то получится достаточно крутой результат. Как вы уже знаете, исключение источника света из Volume Light производится выключением этого же параметра. Полюметрики в Redshift работают очень быстро. Давайте увеличим количество IES и объектов. Настройкой сразу же поставим 1024 Sample на Volume в Sample Override. И в System увеличим размер бакетов. А метод поставим Gilbert. Сразу же скажу, что я делаю рендер на своей GeForce GT 1030. Но также покажу этот же рендер на одной 980T и 41080T. Но так или иначе, даже на моей видеокарте это все будет рендериться довольно быстро. И допустим, если в том же V-Ray, Corona или Arnold попробовать отрендерить эту сцену, то время увеличится раза в 3-4. Есть конечно же незначительный минус в Redshift. Когда очень много волюметриков, иногда сложно убрать шум. Но это обещают исправить с помощью Nvidia Denoiser. Но опять же, все зависит от вашего отношения к шуму. Например, в киношных шотах его наоборот добавляют и тот мелкий шум, который будет в Redshift, я думаю вас не смутит. Итак, нажимаем Render и смотрим на время. Итак, картинка отрендерилась за 6 минут 9 секунд на одной GT 1030. И если увеличить ее на 100%, то вы заметите, что шума практически нет. Он еле заметен. Поэтому 1024 сэмпла достаточно для такой картинки. Но, когда у вас какой-то сложный взрыв, дым или что-то из симулированных волюметриков. Я рекомендую увеличивать значение BrutForce NumRace до 512 для лучшего качества. Так вот, 6 минут для такой картинки на одной GT 1030 это отличный результат. Так как по сравнению с другими рендерами, как я и сказал, это время увеличится раза в 3. Теперь давайте посмотрим, сколько будет рендериться эта картинка на 31080T. Итак, при тех же настройках, картинка отрендерилась за 33 секунды. Как видите, если у вас достаточно мощные видеокарты, то сцены с волюметриками считаются очень быстро. Давайте я еще увеличу количество источников и поменяю цвет у некоторых. Нажимаю Render и результат получился за 45 секунд. Теперь проверю рендер на 1 980T. Итак, картинка отрендерилась за 2 минуты 20 секунд, что в 3 раза быстрее, чем на 1 1030 и медленнее в 4 раза, чем на 3 1080T. Идем дальше. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...